Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсуновский. Мы сейчас с вами сегодня поговорим о том, как правильно начать заниматься новичку. То есть, что я вообще понимаю над занятием. Я писал статьи о привычках, вы их почитаете, да? Я объясню вот сейчас некоторые важные вещи. Вот эти статьи будут, то есть я их сразу сейчас в описание видео добавлю. Они важные. То есть, подводные камни, как стать программистом, прочитаете, да? Дальше. Почитаете, стать профессиональным разработчиком, план с пояснениями, да? Первичное, что вот я собрал, что вам надо, прочитать вот эту статью, вот эту. Дальше уже посмотрите, что надо, где-то тут по ИД, пусть будет в начале, да? Но тема урока немножко другая. Я просто хочу показать, как работать. Вот на примере, правильно, если вы хотите писать, если вы хотите быть разработчиком. Вы знаете, что? Вот давайте далеко не ходить. Далеко не ходить. Давайте возьмем с новичка самого, да? Вот для новичков, допустим, трое суток видео. Сейчас я вам скажу фразу, самую важную, да? Которую я постоянно говорю. Вот откроем, да? Откроем и будем по группе, да, смотреть. Самое главное быть в группе. Сейчас поймете почему. Ребят, смотрите. Вот не слышат же, да? А почему я сейчас об этом говорю, сейчас поясню. Просто 11 лет я работаю над тем, как изучать программирование. Я не зря вам сказал обязательно прочитать вот эти статьи, план с пояснениями. Да, здесь приобретение привычек. Мы о них поговорим немножко. Так это важное. Но первое, первое, я всегда говорю. Составьте план. И я увидел комментарии там на ютюбе, что люди писали, вот состав план. Но новичок же не знает, какой план составлять. Поэтому говорю, будьте в группе. Вот смотрите, есть в школе Сережа Асачий. Вот он уже пашет, я ему где-то помогаю. И много ребят в школе, которые занимаются, допустим, раз в неделю. Ну сколько есть времени, да? У них не получается постоянно быть в группе. Но я в группе помогаю. Почему? Потому что я знаю, они тоже прочитают и подтянутся. Вот теперь смотрите важный момент. Сейчас, секунду. Я же хотел группу открыть, чтобы связать, и вы поняли. А, показать конкретно. Вот пришел парень с Казахстана, да? Молодец. И я ему сказал, составьте план. Составьте план по статье. Что надо делать? Дал статью, вот прочитайте и составьте. Он, кстати, я написал целое видео, надо его тоже вставить, да, сюда. Сейчас я его сразу... Вот. При помощи привычек. Так, так, так. Питон Котлин. Стать разработчиком. При этом не важно. Здесь язык не важен, ребята. Привычки, они одинаковые для всех языков. Я сейчас поясню. На маленьком примере вы, когда будете читать, потом уже пойду то, что я хотел фундаментально сказать. Давайте возьмем маленький пример. Вот смотрите. Почему я отдаю предпочтение привычкам? Представляете, что такое моторная лодка, катер, что там основное есть? Винт, правильно? Винт, он двигает. А винт крутит уже двигатель. Да? Двигатель там и так далее. Я не буду вдаваться в подробности. Так вот, считайте, что ваши привычки это винт с двигателем. И могу ли я... Я делаю как? Я как надо делать, говорю всем. Первому, второму, третьему, четвертому, там, парень, девушка, неважно, кто приходит. Я говорю, как? Но, вы понимаете, есть такое понятие славянская душа. Можно ли за это ругать? Вот говорит, что надо так делать человеку, изучай два языка. Ну, человек считает, что это не нужно. А сам себя вспоминаю, например, я потерял четыре года первых. С 2009 по 2013. Потому что я тогда не знал ничего о втором языке, не изучал его. А когда я начал работать с другими языками, G.C. Котлин, я понял, что я это начал понимать, из чего вообще стоят языки. Мне стало просто. И мне не надо было уже смотреть, как там, а что там пишут функции. Мне достаточно было посмотреть, что в языке представляет собой, допустим, функция. Это высшего порядка. Если она высшего порядка, для меня в голове уже сформировалось, что это работает функция обратного вызова. То есть, всё, я знаю, как писать. Всего этого не объяснишь. Хотя я говорю, что очень много видео на канале есть, где много инструкций. Ругать за то, что человек не слышит, ну, нельзя. И нет смысла. Сейчас, секунду. Поэтому у меня тактика простая. Вот я, допустим, дам ей это видео. Просто смотрите, да. Вот видео записывал. Но где проще некуда объяснить, да, зачем изучать два языка. Кто-то смотрит, кто-то не смотрит, кто-то говорит «вода». Вы, вам надо самому определиться. Вот ключевая фраза. Понимаете? Большинство курса устроено так. Вообще, в мире. Вот есть строгих 20 правил, которые дают потоком. Да, далее, далее, далее. Можно так делать программиста? Нет, нельзя. Пока человек сам не захочет. Потому что, по сути дела, изучение языка, обучение, разработки – абсолютно разные вещи. Я школу устроил совсем по-другому. Совсем по-другому. То есть, я постоянно, вот те, кто работает в группе, подсказываю, что делать. Почему? Потому что по коду видно, на каком уровне сейчас человек, что он себе думает, как он пишет. Всё это видно. Но просто я хочу, чтобы вы… А, я же хотел вот что рассказать. Отвлекла меня кошка, пока она пошла гулять с женой. Я вам расскажу. Вот простую вещь. Давайте возьмём, потом перейдём к тому, что хочу сказать. Хорошо. Вот здесь в привычках написано. Работайте в командной строке. Да, я рекомендую работать, допустим, в «Джупитер». Что делает новичок, как правило? Нафиг ему эта командная строка? Ему надо сразу открыть файл, писать функции. И он про неё напрочь забывает. Ребят, вы понимаете, что начинает происходить? Грубо говоря, вы выходите 100%, как только убрали со своей практики командную строку, выходите на путь, когда через год, полтора, два, неважно сколько, вы будете оставаться на одном уровне. Каши в голове будут добавляться. То есть, вы будете понимать код, но писать не будете. У вас не наработаны навыки, которые должны быть наработаны. Поэтому я свёл к простым. Вот к этому я пришёл через много лет. Что надо выработать первые привычки. Ну хорошо, давайте сейчас кусочек быстро рассмотрим, чтобы вы поняли важность. А нафига вообще эти привычки? Вот есть «Джупитер». Вы можете, изучая те же списки, строки, начнём мы как строки, литералы. Вы можете, просто написали там файли и забыли. А можете начать прописывать, как это положено в «Джупитер». Здесь этот документ можно «Юпитер», короче. Сохранить – это та же командная строка, но с возможностью сохранения в проекте. И работаете там с теми же строками. Пусть это будет 7, нажали. Пока всё будет вот так получаться. Дальше там ввели «Принт», взяли переменную, получили ответ. Дальше закомментировали. Но пример простой, но суть отражает. А теперь смотрите поглубже. Что на самом деле происходит с годами, сколько я наблюдал за школой. Человек выбрасывает из своей практики командную строку и начинает тупо просто работать только с файлами, да. А это ж для новичка закон. Потому что он написал функцию, да, написал функцию. Он тогда видит, что происходит. Но давайте перечислять, что он упускает. Первое. Понимание. Понимание. Так. Понимание упускает. Одно дело писать уже с готовой библиотекой. Другое дело работа с командной строкой. Понимаете? Здесь важна сама привычка. Потому что код будет становиться у вас больше, длиннее. И вот здесь есть маленький очень нюанс. Очень интересный. Сейчас. Вот смотрите. Да, я смотрю, для меня здесь все понятно. Очень простая модель. Но. Если вы работаете с командной строкой постоянно, то понятно, что вы будете работать с представлением, то есть с лечением этих объектов. Вот что интересное. Когда вы работаете постоянно, вам, по сути дела, важен только один фрагмент. То есть это как и что излечь из таблицы данных. Так в этом и вся и суть занга работы. Все крутится вокруг этого. По сути дела есть база данных, да, и есть наши модели код. По сути дела нам надо в одном случае излечь одну запись, в другом случае излечь переправить, в третьем дописать что-то к ней. По сути дела в этом фрагменте. Но новичок же, он что, наша славянская душа. Я говорю, я здесь не осуждаю, да, но хочу, чтобы вы все-таки услышали и поняли, что мы славяне что, ну вот говорят так, да не, он не прав, я пойду своим путем. Прошло там два года, пришел к тому же, да, наверное, надо было так сделать. Ну ничего, ну такие мы, ребята, такие. Но все-таки, я надеюсь, что вы услышите. Так вот, а когда вы начинаете работать с командной строкой, что происходит? Вы начинаете что до и что после потихонечку учиться достраивать голове. Ведь так должно происходить программирование, но никак не иначе. На... ой, не хочу ругаться. Зачем вам вся функция? Сегодня вы просто извлекаете, завтра вы какие-то действия добавите. То есть это все достраиваться должно в голове. Вы просто понимаете сам процесс. А в командной строке вы всего лишь проверяете те вещи, которые вам действительно нужны. И которые отражают суть действия. Но тогда мне ответьте на простой вопрос. Если вы не работаете с командной строкой, то как вы этому научитесь? Как начнется что-то у вас достраиваться в голове, если у вас нету навыка? Его нельзя купить, его нельзя получить в университете, его нельзя нигде. Его можно тупо наработать. Но можно объяснять тысячу раз. Есть простое правило. Вот Бавсуновский сказал вам, работайте в командной строке с первого дня. Приобретайте привычку. Эта привычка вас как винт будет с двигателем потом выталкивать. Этот момент поняли. И что вы думаете, если вы не работаете с командной строкой, вот на этом закончится все? Да нет, ребята. Не так. Все намного хуже. Если так подумать. Опять говорю, вот это вот статья. Вот привычки, да? С пояснениями. По-моему это. Ну, в общем, я дал. Поймете. Идем дальше. Идем дальше. Отсутствие работы с командной строкой. Открываем любую документацию абсолютно любого языка. Возьмем джанго. Сейчас. Открываем. Ну, возьмем самое простое что-нибудь. Вот, выборку, да? Выборку с базы данных. Если мы прокручиваем абсолютно любую документацию, то здесь мы всегда видим выборку с командной строки. Вы не начали работать с командной строкой. Получаете первую проблему. Вы не можете читать доки. Вторую проблему. Если вы не работаете с командной строкой, навряд ли вы что-то будете описывать, комментировать себе. То есть, вы не запоминаете код. Третье. Вы, если не работаете с командной строкой, то вы, скорее всего, 100% не работаете. Это проверено на практике. Не может человек, я работаю с командной строкой, а с документацией не работаю. Значит, вы не работаете с документацией. Грубо говоря, вы занимаетесь просто в свое удовольствие. Ну, если вас это устраивает, то нормально. Но, ребята, извините, поясню. Школа работает с 2013 года, да? Я начал языком заниматься с 2009 года. При этом я не умнее вас, понимаете? Я такой же, как вы. И, возможно, во многих вопросах я намного глупее вас. Просто у меня есть система и у меня есть настойчивость. Вам сейчас нужна, по крайней мере, система. Любая система, даже если у вас будет самая простая система, но вы будете понимать, зачем и что, то она вас выбросит наверх. И вы всегда ее доработаете. Я к чему это сказал? А мы сейчас разбираем все время вот только один момент. Человек отказался, как это делают 40 новичков. Не делают, один делает. То есть, ребят, смотрите. Еще раз повторю ключевую фразу. Если, ведь многие, многие занимаются как? Просто им, вот, написал код, уже рад. И это хорошо. Но не надо им командная эта строка. И не надо. И я никого не напрягаю. Но я вас прошу сейчас прямо, вот остановите видео. И скажите. Вот задаю нормальный вопрос, да? Вы хотите быть разработчиком? Вот ответьте себе честно, да? Честно. Если вы ответили себе, что я хочу быть разработчиком, но в командной строке не буду делать, это примерно вы сказали следующее, перевожу на бытовой язык. Я, говорит, буду автомехаником, но в машину не полезу. Я вот чисто вот приду на работу, сяду вот на стульчик, но выйду и скажу, ух, я хороший автомеханик. Ребят, но ведь так же не бывает. Надо, если вы автомеханик, ручкой придется в мазуте помазать. Если вы, вот Миша Беляковский, это очень четко подсек. Я дам еще вам три статьи, четыре. Вот я, ребят, специально выбрал вот истории, чтобы вы поняли, почему у них получилось. Вдохновляющие примеры ребят. Вот тут промотаете. Сайт может уже выглядеть по-другому, потому что я его, считайте, уже дописал, и школа будет другой, ну, совершенно по-другому выглядеть, может уже выглядеть. Вот поэтому я и даю конкретные ссылки, потому что старые материалы все я размещу. Так, я все это дам в этом. Читать много будет. Вдохновляющая история ребят. Почитаете, да? И вылетела мысль. Миша Беляковский, человек поменял профессию, там, 32 года на программиста, все у него получилось, в школе начал писать довольно сложный код, молоток. Но он вот понял тогда, что он не умеет работать с доками. Я пару слов скажу чуть позже, если не забуду, потому что все прочитаете в статье. Я сейчас просто хочу направить. Да, опять получается немножко разной стороны. Ну, ладно. Ага, все, вспомнил. Вы ответили себе, что хочу стать разработчиком. Я вам приводил пример. А как вы станете разработчиком без командной строки? Просто никак. Почему? Потому что не начали работать с командной строкой. По сути дела, навык достраивания функций отсутствует. Работа с документацией отсутствует. Написание документации отсутствует. Понимание кусков кода, слоев отсутствует. Ведь это не мои истины. Вот, допустим, о слоях кода я понял от Линуса, когда он рассказывал. То есть, действительно, ведь именно тогда вот меня пробило, потому что одна из статей, вот я объяснил. Ну, почему? Вот я писал код, и я не мог понять, а как же дать разработку, начать обучать разработку? Вот тут первая статья о подводной камне или как правильно учиться, чтобы стать программистом. Я не понимал, допустим, вот я пишу код, да, я понимаю. А ведь очень много курсов построено, когда, в принципе, преподаватель сам понимает, да, а объяснить не может. Чем отличается моя школа? Тем, что материал простой, я объясняю. И это вот сейчас фрагмент, вот фрагмент плохой работы, парень, отпад, молочина, все составил, да. Ну, вот первый косяк я указал. Вот он пишет, да, строковые литералы, это не изменяем, мы еще дальше, не изменяем порядочно последовательность символов. Вот это для меня хорошее определение. Для новичка это плохое определение. Для него это ничего не понятно. Я почему говорю, работайте в группе, потому что я ему дал задание теперь, что, пожалуйста, составь описание строк другим образом. Если ты хочешь быть разработчиком, то делай вот так. Уроков мало. Ладно, коснемся позже. Но я им пишу. Неизменяемый строк лучше показать на примеры. Вот это очень плохой пример. Это опять возвращаемся к пониманию, то, что тому, что учил Линус. Вы знаете, кто... Я сейчас добавлю, новости школы находятся ВКонтакте, да. Но, в принципе, допустим, в Украине ВКонтакте недоступны, то все дублируют все равно в группе. Но тут некоторые вещи все равно есть. Я добавлю файл. И здесь, если промотать, вы найдете интервью Линуса Торвальд. Торвальд, я правильно не могу выговорить имя сейчас, его боюсь спутать. Ну, вы поняли. Того человека, который создал Линукс. Чему Линукс учил? Он учил учить людей видеть свои кода, да. Я теперь вам покажу, что этому легко научиться на самом деле. И вот здесь вот первая ошибка. Он, допустим, Мурат, это вам. Вот смотрите то, что я вам давал в домашнем задании. Вы говорите сейчас о том, о, не изменяясь строк. А напихали сюда, и с посрезом. Да покажите вы простую вещь. Я же вам написал. Ваша задача понимать все. А смотрите, вот я как это объяснил. Сейчас найду где-то. Так, ну это для участников школы, но я потом пробегусь по этому тексту. Грубо говоря, Денису надо было сказать. Все, всего лишь простую фразу. Строки, неизменяемый объект, но мы можем создать копию работы с ней. Все. И показать этот фрагмент, а не показывать вот эту чушь, где другой новичок посмотрит и думает, а что здесь такого? Да, вам это понятно, но это неправильное понимание. Вы отошли от центра. То, что говорил Линус. Вот, кто найдет, я постараюсь найти, но не обещаю. Вот в чем там была ситуация с интервью, которая, если промотать, то где-то там будет оно. Смысл такой. Человек написал код, 12 строк на языке программирования C, да? Линус переписал этот код в 4 строки. При этом тот человек, который писал до Линукса, он там и добавлял, удалял. То есть, были ненужные действия. Была определенная задача. Линус переписал в 4 строки, где не было ни одного лишнего действия. То есть, это значит, не могло быть ни ошибки. Это значит, нам ничего лишних проверок не делать. То есть, это был пласт кода, который выполнял определенную задачу. Вот это, Мурат, я от вас добиваюсь. Если вы пишете, допустим, это неизменяемая последовательность. Мы с вами поработаем со строками, потому что со слова последовательность, вот я от вас что хочу добиться. Я вам написал целую кучу и привел простой пример. Но чтобы вы начали думать, вот это определение взято у Лутца. Лут взял на официальном сайте. Оно для меня хорошо. Для вас это просто пустое. От у вас ничего. Почему? Потому что у меня понятие последовательности совершенно иное. Давайте попробуем ради интереса даже набрать, что же такое последовательность в Википедии. Нет, я понимаю, что каждый знает. Каждый знает. Последовательность. Такой набор элементов, множество, каждому можно указать элемент данного множества, число является набором элементов. В общем, грубо говоря, когда элементы следуют. Так вот, смотрите. Вы написали, Мурат, что это последовательность. Да, просто. А я, слово последовательность, вот все вопросы, которые я вам задал, я уже вложил. У меня опыт есть, да? У вас его нет. Вот, я вам задал вопросы, чтобы вы ответили, что такое вообще последовательность. Иными словами, я сказал, делайте так, описывайте, как зайца. Заяц, маленький зевелек с длинными ушами передвигается, ест, что ест, окрас, летом какой, зимой какой, скорость движения какая, спит. Вот ваше определение. Вот это вы готовите себя к разработчику. И сейчас, все-таки, главную мысль, которую хотел отложить, немножко мысль зашла по-разному, поэтому сейчас ее проговорим сейчас. Ребята, вот что надо понять. Туда вложу. Вот вы начали курс. Тут 18 уроков. Мурат, молодец, безукоризненно выполнил. Давайте посмотрим, да? То есть, выполнил. И сделал огромную ошибку, которую повторяют сотни людей. Вот, а Сачи делал правильно, вот он пишет, и то, сколько там проблем выявили. Беляковский, Миша, делал правильно, почему их истории? Ой, вот не умею работать с документацией, понял, да? Все, пошел. Так вот, сделал сначала, что он сделал? Сделал очень молодец. Вот он скинул файл, и любой файл мы открываем. Уже первое молодец, что он начал делать, комментировать. И здесь сразу тупо запоминаем. Комментируете все. Каждая строка кода, видите, все это надо быть в школе, все по кусочкам. Трудно объяснить все в одном уроке, но я хочу, чтобы вы в общей картине. Если что-то не понимаем, отвлечемся здесь на доке. Это все системно. Если что-то не понимаем, то разбираемся сразу. Теперь момент, который важен. Да, проговариваю, первую мысль проговорил, но сейчас мы ее... Давайте я ее закончу. Первую мысль, потом вот эту зацеплю. Просто, видите, все хочется показать, но общая картина у вас сложится. Первая задача. Запомните, вот этот курс, для чего он создан? Здесь, да, много уроков. По сути дела, человек, может, два вечера трудился. Но это точка старта. Считайте, вы стали левой ногой или правой на твердую землю, вот как бегуны на дистанцию. Уперли кроссовок. Курс. Как только пройден курс, читайте про... Свисток. Все, вперед. То есть, это курс, как точка старта. А многие... И вот Мурат чуть не сглупил. Он прошел эти уроки и уже пишет. Такой вот молодец. Все, Валер, я строки прошел. Пока я полный ноль. Это я ему заявил сразу. Ты пока знаешь на 0,5%. Ни хрена не знаешь. И... Но ты можешь все исправить. Если ты сделаешь правильно. И он, Мурат, что делает? Он выкладывает уже числа. Все, он побежал. Так, где-то смотрим. Числа в питом. Все, вложение есть. Он пошел с числами работать. Подожди. А тут что написано? Что с доками работать? Что проделать примеры доков? И что работать в группе? Вот молодец. Тут ему 17 баллов, 100 баллов, 200 баллов, 300 баллов. То есть, он мог бы сейчас пробежать. Делать, как делает большинство. Прошел курс по строкам. Да, первое понимание есть. Пошел числа. Ну, потом пошел к кортежи. Пришел. Ну, знаю. Подождите, ребят. Вот я поясню такую простую вещь. Сейчас выключу видео. И вот, чтобы пример подобрать такой правильный. Вот придумал пример. Вы сдаете на права, допустим, да? И вам показывают схему двигателя. И вам надо поменять свечи. Вы вам показали на схеме, как меняются свечи, где они стоят. Скажите, пожалуйста, вы прямо так, стоя около плаката, можете представить реальный двигатель? И вот, в отличие от человека, который выкрутил и закрутил свечи уже раз в 50. Он четко может представить, где, как открывается крышка, что ему надо снять, правильно? У него есть картина. Так то же самое, ребята, и в программировании по-другому не будет. А в программировании в чем потом прокол получается? Переходим к разработке. Ну, написали класс, написали функцию. А чем заполнять эту функцию? То есть, этими вот переменами, как буквочками с букваря слова заполняются, да? То есть, строки, списки, словари работают. А если у нас в голове нету, как с ними работать, не заложено, то чем мы будем думать? Правильно? Идем в интернет и смотрим, как делают другие. Они пробовали изучить. А ведь я это проговариваю, это начальное. Просто раньше как-то, ну, не обращал на это внимания. Такого. А когда уже занялся обучением разработки, то оказывается, хромаем. Потому что вот эти вещи, которые я говорю, должны отлетать. То есть, типы данных, операции и все вещи, да вы должны знать, как таблицу умножения. Какие классы? Какие, ребята, функции? Какая разработка? Вы букварь не знаете. Куда бежим? Зачем бежим? Быстрее. Да. Проделал первый курс, второй курс. Ну, трое суток здесь видео, ладно, фигня. Проделал. Что в голове осталось? Проделал за месяц, за два, там, за три. Ну, молодец. А я скажу, ну, проделал, ну, бог с тобой, ну, ты ж ничему не научился. Почему? Потому что ты посчитал, что если ты пройдешь за три месяца вот эти все уроки, ты будешь знать? Да ничего ты не будешь знать. В школе, вон, сначала букварь изучает, потом есть русский язык, там, или математика для первого класса, для второго, для третьего. Ну, в конце концов, выходит человек, он что-то знает, да, уже, в принципе, после, там, десяти, одиннадцати сейчас классов, да, раньше десять было. Ну, а тут все, вот, приравняли, вот, в частном времени пошла вот эта тенденция, давайте переучивать быстро, три месяца программист, три месяца учиться сшить, так это ж разные вещи. Заждите, приходит человек, там, на работу, и четко понимает, чтобы стать профессионалом, надо примерно пять лет. Ну, это ж там где-то, а программистом можно за три месяца стать. Кем? Я лично с университета бы не взял человека сразу, потому что для меня это дуб, дуб, с кучей мусора в голове. Ему еще надо столько над собой поработать. Сам заканчивал два высших образования, все было пустое. Программирование другой век. Корку можно выбросить в мусор, она нужна только на госработе, чтобы занять должность. Для программиста корка, и это уже признают многие, по крайней мере, и в Белоруссии, не имеет никакого значения. Имеет значение, можешь писать код, будешь писать. Человек, создавший Мозилла, написал больше полторы тысячи программ, девять классов образования. Дело здесь же не в образовании, а дело в том, правильно вы изучаете, можете писать код или нет. Тогда мне скажите, если мы изучаем разработку, и вы проигнорировали, что? Проигнорировали сейчас вот это важное, ради чего пишу видео. Посмотрели видео, пошли к числам. Ну, а что вы знаете? Вот здесь курс, он неправильный. Для меня неправильный. Для новичка правильный. Потому что, если бы я новичку начал объяснять, как это есть на самом деле, что это последовательность, то человек, который не сталкивался с программированием, он будет думать, а что это за последовательность? А потому что, смотрите, ведь все очень просто. Для меня вот это вот, это вот, вот смотрите, это строка. Это строка. Да, но осмысленный ли здесь код, то есть слова, ну, полуосмысленный, там, это еще PHP было, ну, возьмем вот это, да, осмысленный, да, госпейш, там, 332. Но это вот сейчас последовательность, которая выдает страницу. Какое она отношение имеет сейчас к какой-то логике? Никакого. Так вот, понимаете разницу в чем? И почему я дал так курс именно? А потому что, когда я новичку показал ему весь знакомый слова, Вася, Петя, он букварь изучал, то, по крайней мере, у него пробивается в голове росток. Ага, строки, это, по сути дела, слова. Да, в начале. Но, правильно ли я здесь изложил? Нет. Вернее, для новичка, правильно? И меня многие ругают. Вовсуновский, ведь ты не показал строки, да, вот именно, вот эта же последовательность. А ведь я становлюсь на место новичка. Я понимаю, что он, то, что нужно, это догоним мы им потом. Ему надо сейчас уловить смысл, понять, как обозначаются строки, да, что это там одинарные, двойные, кавычки, на первом этапе. Какие-то простые операции. Когда он это прошёл, я говорю, ты знаешь, я написал, есть эти курсы уже тут, вы найдёте, когда будете. Я говорю, а ведь строки, это немножко другое. То есть, на самом деле, строки в языке программирования, Python, Kotlin, не имеют никакого отношения к словам. Потому что, вот я вам сказал, вот какое это слово? Это просто последовательность, символ, который отражает данную страницу. Но она не несёт для вас такой особой информации. Да, видно, что для меня это раздел ГОС, это страница, но это не, допустим, Вася пошёл по грибы. Или там Петя пошёл на рыбалку, да, где есть какая-то смысловая вещь. Я хочу вот это, потом мы начинаем догонять, что строка – это не смысловая вещь. Ведь язык не знает ничего о смыслах, да, потом уже рождаются библиотеки машинного обучения, которые переводят слова, но это уже с языка. А сам язык ничего не знает ни о смысле, ни о логике. И, значит, нам после этого становится понятно. Понятно, очень простое. И когда я говорю, что, допустим, вот Мурат написал, да, Мурат написал. Молодец, что написал, всё он правильно делает, всё у него получится, главное, чтобы не оставлял. Сейчас, секунду. Где это он? А, и вот видите, когда я прочитал вот это, вот это Мурат написал, да, он вроде как понял. А для меня я вижу, что для Мурата сейчас эта информация, она мертва. А видите, сколько я вам рассказал? Для меня она живая. То есть для меня слово «последовательность» разложилось на тысячи. Для меня в языке понятно. Если это последовательность, символы, можно посчитать там от нуля и далее. Значит, есть первый, есть второй, есть десятый. Значит, для меня сразу понятны методы. Значит, можно, наверное, добавить конец, в начало. Значит, можно, наверное, извлечь по срезам. То есть три, пять, шесть. Для меня это всё уже вложилось. Да? Я это знаю. Я это понимаю. Потому что я не один раз проработал очень много вещей. То есть для меня... Вот сейчас я сказал, допустим, Мурату, к чему я хочу подвести? Чтоб тебе кое-что знать о строках, только начать размышлять. Вот это всё надо знать сейчас. По крайней мере, будет материал для размышления. Ага, оказывается, я могу и константу сделать. Ага, я могу форматирование. Ведь форматирование – проблема номер один. Начинают писать на Джанго и начинают делать просто ошибки, которых не должно быть. Почему? Да потому что в своё время не доучили. А почему не доучили? Потому что, ну, не хотят читать. Здесь вот дал статью, да? Читайте, ребята. Ну, ведь всё же не объяснишь, ребята. Я же сказал, мы славяне, мы всё равно идём каким-то своим путём. Здесь написано, сто процентов написано, ребята, которые на опыте и потере времени, что надо, как правильно работать с доками. Вот то, что я говорил в статье, давал Миша Беляковский. Чем отличается хороший программист от не очень хорошего? Хороший программист знает, что где найти. Они всё держат в голове. Если вы знаете, что где найти, как с этим работать, а как учиться, это я тоже объяснял. Идите от кода, вот сейчас, когда мы пишем функцию здесь, в среде, вы хоть что-то тут понимаете. У вас действительно, пусть, допустим, в данном случае Джанго, вы нифига не знаете, но то, что сейчас происходит, вы точно знаете. И я что говорю? Да очень просто. Вот есть кусок кода, идите, ищите это в доках и находите. Идите от кода к докам. Потихонечку начнёт понимать документацию. Потом начнёт работать обратное. То есть, вы начнёте с доков понимать, как писать код. Но опять же, при наличии командной строки. То есть, опять получается. А я ведь пишу. Всё, что вы делаете, во-первых, вы должны понимать, прокомментировать. Второе. И найти в доках. Новичок, молодец, я знаю, а нафига мне это? Но страшная сила привычки. Смотрите, ребят. Я ведь ставлю сейчас на весы. И вам объясняю очень простым языком, в каком случае вы будете писать код, да? И вот есть путя. Путя, да? Вот ваша путя. Вот график. Вот. И вот, да? Здесь у нас будет время. Здесь у нас будет рост. Ну, поняли. Значит, вы будете тратить одно и то же время. Допустим, один год. Да, вот это у нас равняется одному году. Но ваши знания могут быть... Вот тут мы правильно написали, допустим, там... Там уровень... Ну, я к примеру говорю так. Уровень первый. Иными словами, чуть-чуть понимаю. Там уровень второй. Хорошо работаю с строками. Третий там уровень. Я могу разрабатывать. Третий. Через год ваш уровень может быть либо таким остаться, либо быть таким. И это зависит от чего? От Бовсуновского? Бовсуновский вам все рассказал. Это зависит от преподавателя? Да. От преподавателя зависит многое. В школе нашей зависит от преподавателя многое. Потому что смысл в школе обучения, смотрите. Ведь 40 до этого, допустим, не 40, многим, я всем говорю, работайте в группе, работайте в группе. Кто-то стесняется, у кого нет времени, все понятно. Но я не настаиваю. Каждый выбирает свое. Но человек, который работает в группе, например, вот в данном случае, это у нас Мурат. Вот он конкретно получил подсказку. И я четко понимаю, что Мурат ответил, и те, у кого нет времени, кто занят на основной работе, но хочет программировать, они это прочитают и подтянутся. Вот почему важность группы. Но в данном случае у Мурата, вот он бы дальше сейчас прошел бы строки и побежал бы к числам. Иными словами, стопроцентный результат был бы следующий. Через год он бы пришел к результату, что код понимаю, писать не могу. Почему? Потому что ему это было быстро. Да, он вроде прошел, он вроде понимает, да, там две кавычки, строка, да, одна кавычка, строка. Уже он кавычки отбрасывает, уже не как кавычка, как строку воспринимает. Но, по сути дела, пишет функцию и стопор. Бац! Двенадцатый щелчок. У него нет размышления. Это можно делать в виде строки или в виде там списка, или в виде кортежа. Ну, во-первых, он четко не будет различать, что это для чего применяется. А во-вторых, он это не проделал. А это надо было затереть до дыр на первом этапе. И что получается? Вот год чем-то занимался. А Бовсуновский что сказал? Приобрети привычь, которую выполнит. И молодец. Написал, услышал. Работай в группе. Молодец. Отлично. Где там сейчас найдем? Чтоб соображали, да? То есть, мою мысль вы, я надеюсь, улавливаете. Работай в группе. Работаем. Сколько это стоит, ребят? До хрена это стоит. Понимаете? Вот это и есть настоящее обучение. Если бы индивидуально было это, это примерно стоило 30 тысяч рублей в месяц. Это и есть мощнейшая подготовка. Видео урок как старт, дальше идет работа, да? Конкретно. Сейчас вернемся к этому. Так вот, если бы он не написал, да? Сейчас бы, Мурат, уже было понятно. Через год он придет к результату. Код понимаю, писать не могу. Сто процентов. Я ему сказал, Мурат, стоп. Это неправильно. Если тебя устраивают эти... То есть, тебе достаточно просто познакомиться, то вперед. Но этого знания мало. Это был всего лишь видеокурс из 18 уроков и с кучей файлов, которые ты проделал и прокомментировал. Это у тебя просто образовалась твердая почва под удобной для тебя ногой для старта. Как бегун, да? Считай. Вот ты победитель уже. Ты знаешь, что ты победишь. Только сейчас, считай, у тебя дистанция между тобой и самим собой. Тебе надо ее пробежать. Если ты не пошел дальше по плану, который я скажу, ты стоишь на старте. Проходит год, два, а ты стоишь на старте. Ты не оттолкнулся. Ты не пошел по дистанции. Ты посчитал, что урока в этих достаточно. А ведь это всего лишь была стартовая точка. Все. Все понятно. Ты можешь искать кучу обучений, но ты будешь постоянно дублировать свою привычку. Какую? Бежать. Вот это важная вещь. Ведь что различают... Вот смотрите. Разделим так. Что различает рост или отсутствие роста? В любом случае, привычка. Самое просто. Ведь мы подвержены привычкам, и это самый простой способ сделать себя... Изучить язык. Или в любой другой области. Допустим, слесарь постоянно точит детали, да, обтачивает. Но он делает одни и те же действия, вырабатывая определенные привычки. Допустим, там допуск, настройка станка. У него эти привычки четко отработаны, что он на выходе делает любую деталь. Но эти привычки он понимает, зачем ему нужны. А у программирования по-другому у многих. Оно само запомнится. Что запомнится, ребята? Смотрите. Разделим эти привычки на правый и левый сектор. Вот так разделим. Смотрите. И теперь соображайте. Если вы, вот это левый, и считаете, что левый, вот это вот эта полоса, да? То есть это... Вот, ну давайте вот так сделаем. Вот это. А правый, это вот это. О, видите, даже как вы вырастите. Еще больше. Не буду уже сейчас. Ну, поняли. Так вот. Когда вы работаете, пишу русским языком, но уже проще видео, которое бы стоило вот эти знания. Знаете, сколько они много стоят лет жизни? А значит, очень много. Это пишу в командной строке. Я пишу простое. А вот здесь... Да что это такое? Сейчас, ребята. Секунду. Так вот, с левой стороны не пишу в командной строке, а мы с вами рассматривали сколько последствий. А с правой пишу. Так вот, когда он не пишет, он остается на одном уровне. Потому что не писал, потому что не шел от кода доком, потому что не проделал примеры в документациях, значит, он не будет знать, как, что, где. То есть, он поспешил. А на самом деле, ребят, все есть по-другому в языке. Да, он покорпел неделю на строками, но потом с этими строками он будет дополнять их все время, и они будут накапливаться. Это быстро. А тут он за два дня проделал строки, побежал к числам, да, допустим. Нету стержня, нету понимания, некуда добавляться. То есть, по сути дела, вы поняли, зависит от вас, от привычек. В любом случае, не пишу это привычка, я пишу это привычка. Вопрос, лис, делаете ли вы эту привычку постоянно или нет. Делаете постоянно, работаете, допустим, с командной строкой, работаете доками, вас как винтом будет, считайте, как вот это топливо для ракет, вас будет везти вверх само. Почему? Потому что эти привычки сами по себе пишите, завтра пойдет другая логика, то есть и так далее, и так далее. Поняли? Что я сложного сказал? Так вот, возвращаемся к Мурату. Просто, чтобы вы понимали смысл. Вот Мурат проделал. Первая ошибка. Вот возвращаемся, да? чтобы кто-то что-то не понял, еще один момент повторим. Хотя несколько раз. Видеокурс, а их 17 суток, да, на портале, это начальное, это, считайте, вы на старте поставили ногу, чтобы пробежать свою дистанцию от нуля до разработчика. Если вы прошли видеокурс и не пошли дальше, то вы стоите на месте. Да, вы изучаете, теоретически считаете, стоите на месте, вот я пробегу там, потом там, но на самом деле, в реальности вы там никогда не будете, потому что вы не сдвинулись с места. И здесь повторяю еще одну важную фразу. Надо работать в группе. Группа в школе, это вы будете вариться в коде. По крайней мере, я знаю, еще раз повторяю, много ребят, которые, ну, не могут работать в группе постоянно, но они постоянно читают и подтягиваются. Теперь я уже буду заканчивать, потому что то, что надо, я сказал главное. Теперь давайте повторим. Вот Мурат проделал. Умница, молодец. Перед этим он, давайте посмотрим, он сделал толковый план. Теперь вопрос, будет ли он выполнять или нет, это полностью на его совести. Я это контролировать не буду, мне это не надо. Я просто вижу по файлам и вижу по коду, что человек, как человек делает. Вот он очень быстро меняется мышление. Где-то я здесь сбрасывал. Сейчас посмотрим, я просто покажу. вот здесь и Игорь Лисицына смогу, смотрю. Так, ну, я сейчас не нашел, ну, ладно. Его план, что я видео говорил. Что это, наверное, раньше было. Да, это раньше было, а потом я, все, все, я найду сейчас. То есть, кто хочет заниматься, кто занимается и растет очень быстро. Еще маленький фрагмент. То есть, если вы считаете, что школа это так, пришел там, как на форуме, сдал вопрос, тебе будет, никто вам не ответит. Я всегда только направляю, учу человека ловить рыбу, а не именно, а не даю ему рыбу. Вот был вопрос, я ему подсказал запросами, в конце концов, получили, что разобрался, да, все, и подсказал, чем еще надо разобраться в данный момент. Ладно. Ладно, 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 постараюсь сейчас найти все. Все есть, это в группе, вот. Вот, Мурат себе расписал со статьи, что делать. Ребят, ведь я говорю, вот, как-то один парень, и все равно писал, в общем, все понятно, надо составить планы делать. Так составить планы еще уметь надо, я же говорю, по привычкам, то есть, человек понял, что, вот, взять там, составить от балды план, да ничего не будет происходить. по крайней мере, я вам сколько объяснил, почему надо работать с командной строкой, таких видео много, надо это слышать. И вот он составил план, потом его доработал, да, то есть, все привычки, которые приобрести, и как. А, когда человек работает с планом, я сразу на него обращаю внимание, то есть, по крайней мере, первый план он составил, что надо работать с типами данных. Я говорю, да, правильно, начинайте, я всегда говорю так, вы начинайте, а я подмогну, то есть, направлю, я не буду делать за вас, но я скажу, что надо делать. Я сформирую вопрос таким образом, что вам будет понятно. И методика моя очень проста. Есть видеоурок, да, дальше, кто работает в группе, что происходит. Принцип такой, сначала я задаю вопрос, что, ну, давайте вот проанализируем. Давайте проанализируем, так будет понятнее. По материалу, да. Вот домашнее задание. Мурат пишет, строковые литералы, и такое, такое. То есть, мы с вами говорили, это взятое из ЛУЦа, ЛУЦ взял в учебники с сайта, официального сайта, да, то есть, добавил еще там свой фрайл для хранения отображения, информации. Но, для Мурата, это пустая фраза. Для меня она имеет огромный смысл, потому что, она для меня, каждое слово, обросло, кучей действий, которые я проделывал. Мурат этих действий не проделывал, поэтому я четко понимаю, взглядом на пример, для меня понятно, полная муть в голове. но, Мурат, уже молодец. Он написал то, что где-то знал, и я ему сказал, первая твоя задача сейчас, основная, начать работу с доками, и убраться от ЛУЦа. ЛУЦ хорош, для меня, когда, для вас, через полгодика, когда вы будете использовать, это вспомнить, как справочник. Для обучения, это полная чушь, по одной простой причине. Вы знаете, если я вам буду говорить, пойдите в магазин А, купите там молоко Б, и выйдите на улицу С, что вы поймете? ЛУЦ математик. Он объяснил, я всегда привожу примеры, как сварить суп, то есть, и вот это главное, для изучения разработки, чтобы, посмотрите видео, поймете, которое я говорил на Ютюбе, да, о разработке, да, то есть, понять, понять, какие конструкции, как они применяются, между языком и жизнью, вот тогда будет что-то. Я ему написал, когда я писал те курсы, знания были другие, их цель не научить, а вести, научить понимать книги, и их цель остается, то есть, курсы для новичка, то, что я рассказывал, литералы, сейчас я четко проговорил, что это начальная точка, но ведь у курсов цель какая, вот узнать, что такое литералы, для того, чтобы начать дальнейшее изучение, это не конечный продукт, до конечного понимания тех же литералов, тех же строк, я имею в виду, еще очень много времени, это месяц надо покарпеть, надо одними строками, тогда, пусть там за 5 месяцев вы проведете 5 типов данных, но зато потом, когда вы будете классы, функции, это будет отлетать, вы будете писать код, вы будете соображать, думать, а тут я то поставлю, это там, то есть, вы будете реально писать код, и будете программистом, потому что вы сформируете, чем думать, если сформируете правильный, школа работает много лет, я вижу, где возникают проблемы, у ребят причина проста, не выполнены все рекомендации, которые даны в курсе, в курсе, во-первых, много рекомендаций, во-первых, домашних, кто-то не делает домашних, каждый по-своему, я не буду это отслеживать, я вот вижу, человек работает, я с ним помогаю ему, не работает, но мне легче, как говорится, давайте помогу, изучить строки, если хотите стать, грубо говоря, разработчиком, первое, ребят, не торопиться, я сказал, надо строки, надо отдать месяц, но, надо четко, уже проделать код, после этого, да, сформировать, ну, сейчас не буду искать, там, то, что нашел, сейчас просто проговорю, проговорю, поймете, здесь, потому что, видео не обучение, все проблемы от спешки, да, мы это обсуждали, вы пока ничего не знаете о строках, да, Мурат прошел 18 уроков курс, но что он знает, ничего, он пока запомнил, что это литералы, некие там понятия, какого-то опыта, которого он может размышлять, нету, а его сейчас надо приобрести, для этого надо написать хотя бы несколько сотен кода, а не уроки только, понимаете, ребята, иными словами, вы только что открыли букварь, и выучили несколько букв, а строки, это самый часто используемый элемент, поэтому курс, считайте для себя, вот сравнивать, как вам будет удобно, либо вы просто вышли, просмотрели курс, любой курс, не только этот, вы вышли на дистанцию, и только поставили ногу приготовиться, вы еще не двинулись, вот после просмотра курса, начинается ваша работа, просто в группе, когда человек скидывает домашнее знание, я всегда подсказываю, направляю, но идти вы будете, ручками, 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 не я за вас буду идти, вы меня, видно, не услышали, курс на pro365.net дан для людей, которые полный ноль программирования, его понимают даже дети 6 лет, у него есть очень определенная цель, вот она, после курса обучаемый начинает понимать книги, и кое-что понимать документации, я рассчитываю на то, что обучаемый это уяснит, и очень хорошо поработает с доками, дальше как рекомендуется, но как правило, большинство людей курс посмотрели, и на этом закончили, пошли дальше, запомните, ребят, строки вы будете использовать больше всего, да, в любом языке, если вы, просто вам достаточно просто понять, вы будете изучать язык, то идите дальше, но если вы идете с прицелом на того, что хотите стать разработчиком, ребят, ведь, что такое разработчик, ну, пару фраз я потом скажу, дайте я помечу себе, чтобы вы поняли, да, вот мое понимание, в принципе, есть в статьях, которые я дал, вы там найдете, да, есть определенные понимания, которые вы должны сейчас понимать, а не потом, а пока оставлю, ну, и дальше написал свой ритм, а дальше пошли домашние задания, я рассказал принцип, который мы с ним поработаем, и дальше сформировал домашнее задание, да, сначала я посмотрю, что он сейчас выдаст о строках, я знаю примерно, что он выдаст довольно мало, а потом уже, исходя из того, что он напишет, я смогу его вопросами направить на то, что нужно, да, знать для разработки, потому что я четко понимаю, что в данном моменте надо регулярки изучить, то есть то, что надо ему в ближайшем будущем для разработки, я это знаю, и моя задача, чтобы он на данном этапе не описал строки, как для меня достаточно, да, человек, который много лет занимается обучением, да, что строки это упорядочить последовательность, а чтобы он написал, как я ему привел пример с зайцем, чтобы строки это было у него, что такое строки с кодом, на лист, но чтобы он прочитал эти строки, и все это в любой момент, когда он прочитал, всплыло, и он мог этим размышлять и думать, и у него, когда в нужный момент пригодится информация, он не искал где-то в интернете, что строки можно в байты перевести, а это уже знал, и этим уже формировал свои функции и свой код, Басик, это наша кошечка, сейчас хочет гулять, видно, так вот я прошу Мурата рассказать о строках, вот как я пример с зайцем привел, то есть все-все-все, и сказал, что вот это понимание, смысл, зачем писать, оно у вас через полгода будет меняться, так, Басик, вы кушали, сейчас пойдем гулять, я обещал еще несколько писем показать, сейчас, секунду, все, ребят, к сожалению, не получится у меня сейчас дать то, что я хотел еще, потому что наша кошечка либо есть, хочет, либо гулять, сейчас будем разбираться, поэтому, то, что важное, я сказал, что непонятно, зададите вопросы, да, и в описании есть ссылки, там много видео, и есть статьи, прочитайте внимательно, вы получите кучу ответов, но по крайней мере, логику, да, вот как стать программистом, я вам рассказал, все в ваших руках, и помощь вы можете получить, если будете работать в группе, да, в школе, по крайней мере, что еще могу сказать, ну, пока все, в общем, одно есть условие, вы должны его выбрать, не я, два условия, первое, по сути дела, вот на чем стоит школа, каждый человек должен для себя определить, взаимоотношения с контентом школы, не со мной, я не работаю индивидуально, со мной индивидуально, это было примерно 30 тысяч, да, но нет у меня времени, нету, несколько школ, и это, код, 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 просто я головы не поднимаю, поэтому, но это было бы дорого, просто кто это оплатит, единицы, да, я поэтому решил, что я буду работать в группе, это получается, в школе человек оплатил, и он бесплатно получает, и другие получают, то есть, все классно, вы экономите, и деньги, и время, и обретаете навык, вы должны определить, свои отношения, не со мной, а с контентом школы, понимаете, то есть, вот то, что я рассказывал до этого, до этого, вы должны понять, либо вы просмотрели курс, пошли дальше, либо вы работаете, и, вот сказано, изучать два языка, что вы думаете, все изучают два языка, а нафига мне второй язык, думают люди, я тоже так думал, ребята, но, ведь, зачем изучают два языка, да, не важно, на каком языке вы будете писать, просто, вот пришли в школу, сказали изучать два языка, я дал там видео, посмотрите, да, простая причина, когда вы изучаете один язык, вы ничего не вскроете, как только вы подключаете второй язык, и желательно с статической типизацией, то у вас начинает работать мозг на все 100%, на разнице, а ведь мы так соображаем, зашли в помещение тепло, ага, потрогали батарею, батарея теплая, вот в помещении тепло, то есть у нас начинает работать логика, но, что дает изучение двух языков, вы начинаете понимать, что все языки примерно одинаковые, да, они по-разному записаны, да, там есть нюансы, но все языки имеют типы данных, в большинстве, которые мы изучаем, имеют функции, классы и так далее, но, допустим, я говорю, начинайте с Python, почему, начнете с Java, так там кастрированное ООП, начнете с другого какого-то, везде все не то, это мощные языки, да, допустим, Kotlin, это следующий шаг Java, но очень-очень простой, что я вам говорю, доказывать что-то надо, да, сейчас, извините, может кто-то котиков не любит, сейчас, Басик, одну секунду, идем гулять, вот заканчиваю, что здесь говорить, вот, кот на Kotlin, тоже кот на Java, 40, только одна строка, при этом, скорость одна и та же, так есть разница, есть, это с блога Google, вообще-то, все, какие вопросы, Басик, сейчас пойдем, еще один нюанс, мне помощь не требуется, иди лучше на руки, иди на руки, посиди, сейчас я закончу, иди, ну все, все, сейчас ты, ну да, сейчас пойдем есть, сейчас пойдем гулять, есть, все, пойдем, ну, я согласен, ух, это видео, как это так, на Басика время, ну, драться зачем, все, 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 ладно, вот этот момент поняли, поняли, то есть, изучаем, то мы зачем два языка, чтобы понять, выйти на уровень над языками, начать соображать, когда вы пишете на двух языках, из чего состоят языки, тогда вы можете переходить к любому языку, и начать писать сходу, со временем, вот для чего это делать, но кроме этого, еще, ну видите, много всего надо рассказывать, все в одно видео не вопрешь, а в школе все, уроки вообще по 10 минут, это эти видео я делаю длинные, по рынкам делятся, не потому что, допустим, Python можно писать почти все угодно, и веб, Instagram вспоминаете, YouTube, который сейчас открыт, он написан на Python, Instagram, серверная часть, написан на Django Python, но Kotlin, это мобильное направление, ну сегодня все, что не происходит, превращается в мобилу, ну грех не изучать, короткий язык со скоростью Java, следующий шаг Java, боже мой, ну, дальше вы можете подключить DC еще, ну и на крайний случай, для гурманов Java, чтобы там, допустим, Kotlin все сделает, ну допустим, пока если нет, там перевод в iOS, подключили библиотеку Java, перевели в iOS, для предложения, больше вам Java там не надо, все остальное делает Kotlin, полностью самодостаточный язык, но никто же не знает, что в Kotlin можно написать не только, это язык общего назначения, можно написать сайт, сервис, почему, введен ноль, исправлены все недочеты Java, ну, и так далее, и так далее, много всего вам можно рассказать, надо быть в школе, надо быть в группе, надо заниматься, есть у меня одна рекомендация, просто не оставляйте программирование, потому что, я много подбазриваю ребят, но у меня сколько людей возвращается, но никто не оставил, это основная цель, я знаю, чуть позже, чуть раньше каждый, все, ну, надо идти с котиком гулять, кормить, спасибо за доверие, все получится, спасибо за просмотр,